Какое-то завершение, да, непозитивное. У Литл Бига гораздо более позитивное завершение. Вот начнешь. Че пришел? Я че-то не знаю. Давай, работать надо, у меня обед заканчивается. Да, есть такое. А че ты говорил канал, типа с колен поднимешь? Вообще там все по-царски нам сделаешь. Ютюб, ты вообще царь. Да у меня вот стройка стоит, идей нету пока. Надо что-то делать, семью кормить. Привезли меня в эту Анталию. Прикольно, прикольно. Че делать дальше? Да идей нужны. Я English Showman. Снимите интервью с американцем. В конце это консоль. Да ты видел этого только что? Какой-то конь тут был. Какой конь, Макс? О чем ты? Да какой-то придурок прыгнул. Зачем сюда пришел, короче, мне работать надо, обед заканчивать. У меня, короче, идея. Надо снять интервью с американцем. Про то, что типа там в Америке все плохо, а где же знаешь, это все ужасно. Ну тогда надо про то, как там жить, как работать. Да, да, давай так и сделаем, серьезно. Я сейчас позвоню. Слушай, не хочу так просто. Люди не комментируют, лайки не ставят. Давай тогда подарим что-нибудь. А на урок английского дарим, короче, я тебе отвечаю. Один бесплатный урок. Да, я сейчас договорюсь. А где его можно взять? Да, я пока предварительно по ссылке в описании сейчас еще точно не узнаю. Но посылки в описании. Слушай, тогда я согласен. Давай с ним интервью с американцем. И сейчас я пойду по ссылке в описании и проверю твой бесплатный урок. А, я еще пока позвоню. Пойдет? Да. Все, меня там ждут, надо зашпаклевать. Давай, брат, пока. Беру. Да. Алло. Звонил? Мы туда переехали в 99-м году. Мне тогда было 11 лет. Вот тогда очень много разыгрывались в лотерейную грин-карту. Как-то в один вечер мои родители с друзьями на кухне напились и решили просто так вот ради прикола подать лотерею, чтобы переехать в Америку. И через год пришел звонок маме, говорит, вы выиграли лотерею. У нее вопрос, какую лотерею? Она говорит, на грин-карту в Америку, вы можете переехать в Америку. Вот как-то так мы попали в Америку. То есть алкоголь способствовал вашему переезду? Все хорошее начинается с фотки. Ну да, от человека, который прожил в Америке, это, конечно, звучит немножечко саркастично. Интересно, да, вы туда сразу поехали? В 99-й год, вы, получается, в 2000 году переехали? В октябре 99-го. Это же, получается, тот год, когда в России все изменения с деньгами начали происходить? То есть вы успели обойти это все? Да, ведь, кажется, в 2000 году там инфляция дикая была. В 98-м. Да, в 98-м. А, в 98-м. Вы все еще попали, да, на это? Мы попали конкретно. У нас была замечательная трехкомнатная квартира с евроремонтом. И как бы так нам приходилось уезжать. У нас не было времени ее продавать нормально. Поэтому мы практически дали ее за гроши. Там чуть ли не... Помню, за 18 тысяч долларов тогда было. Ну, это за трехкомнатную в классном здании. Ну, буквально очень много потеряли. Чуть ли не бесплатно дали. А на эти деньги, вот 18 тысяч долларов, на эти деньги в Нью-Йорке что-то можно приобрести? Или это просто ни о чем? Нет, в Нью-Йорке ты ничего не приобретешь за такую смешную сумму. Сейчас как бы эта сумма еще меньше стала. Вообще незначительная. Тогда мы приехали, мы снимали подвал в частном доме за 700 долларов в месяц. Как бы пока искали работы там. Ну, эти деньги довольно быстро у нас закончились. Может быть месяцев 6-8. Сразу родители пошли работать, искать работу. Ну, это очень мало денег. Было довольно сложно. Слушай, а получается, смотри, грин-карта, она просто позволяет... Просто почему это сейчас, например, лично мне интересно. Потому что я знаю, что многие люди сейчас пытаются также повторить эту историю с грин-карты. И очень много у меня знакомых, таджиков, узбеков особенно. Мы любим всех. Просто вот сам факт, да? Там им интереснее жить, там языки похожи. Вот. Скажи, вот грин-карта, то есть тебе дается возможность переехать в эту страну, но никак государство не помогает тебе там обустроиться или как это происходит? Помогает. Помогает. Вот в этом Америка как бы молодец в том смысле, что если дает грин-карты, она о тебе заботится. Ты получаешь сразу гранты. Когда мы переехали, так как мы были еще несовершеннолетние, нам давался определенный грант от правительства на учебу, также родителям. Был небольшой грант, там, по-моему, в течение двух лет. У них была определенная сумма от правительства. Если они идут куда-то учиться, там правительство им оплачивает. Вот. Различные там пособия, стипендии. Помощь, помощь большая есть. Если нет денег, то можете получать пособие на еду. Вот в этом правительство очень помогает. Если есть грин-карта, они очень много делают, очень много дают. А вы вот именно в Нью-Йорке в каком районе обустроились? В Бруклине. В Бруклине. В Бруклине. Сейчас у вас там есть жилье? Нет. Вы все еще снимаете? Снимаем. В Америке очень, особенно в Нью-Йорке, очень мало кто покупает жилье. Наверное, 95% Нью-Йорка снимает. Если ехать в другие штаты, если мы говорим про Флориду, Пенсильвания, более маленькие штаты, где нет этих мегаполисов, то там люди покупают дома. А вот если мы говорим про такие города, как, например, Лос-Анджелес, Чикаго, Нью-Йорк, там большинство снимают просто потому, что там неимоверно дорогие квартиры, неимоверно дорогие дома. Им просто того не стоит. Кредиты. Все живут в кредитах. Да, в Америке очень мало, что можно купить за наличные, если мы говорим о таких суммах. Вопросы от подписчиков. Поехали. Да, поехали. У нас набрались... Спасибо, что ты сказал, я оттой затормозил. У нас появились вопросы от подписчиков, и они очень хотят знать твое мнение. Вопрос от Аллашотова в Инстаграме. Правда ли, что тебя поймут, если ты не пользуешься временами, ну, всеми 12 временами? Посчитают неучим или поймут? Вот в Америке. Ну, опять, зависит от того, где ты будешь говорить. Если мы говорим, да, про такие знаменитые штаты, да, например, Нью-Йорк или Калифорния, там, большие города Чикаго, Майами, то вообще как бы на это не обращают внимания. Так как там, где много эмигрантов, на грамматику, на времена, на акценты вообще не обращают внимания. В Нью-Йорке сложнее найти человека, чисто говорящего по-английски, чем того, кто говорит с акцентом. Поэтому вообще не переживайте. Если вы едете в какую-то глубинку, да, там, например, Алабама или Теннесси или там где-нибудь куда-то в Северную Дакоту, там, да, там на вас могут посмотреть странно, просто потому что там нет эмигрантов. Но если вы в таких знаменитых популярных штатах, то там никто не будет обращать ни на русский акцент, ни на грамматику, ни на времена, ничего. Говорите, как умеете, вас поймут и вам скажут, и вам еще улыбнутся и скажут, что вы молодец, что говорите. Какие обычно, ну, если ты можешь сейчас это сказать, какие времена обычно вот самые часто распространенные? Так вот можешь сказать? Да, лето. Классно. У тебя сейчас там осталась, получается, мама? Мама, папа, старший брат. Почему вы переехали в Анталию? Потому что стало очень сложно в Нью-Йорке. Пока вот я был один, холостой пока был, и даже уже после того, как поженился, было хорошо. В Нью-Йорке очень весело. Но очень дорого, поэтому нужно работать очень много. И получается так, что ты не видишь свою семью целыми днями. Ты видишь семью в воскресенье на несколько часов, но за этот один выходной тебе нужно столько всяких дел сделать, что очень сильно страдает брак из-за этого. Поэтому, когда у нас родился ребенок, особенно мы не захотели вот этой вот беготни, как говорят американцы, это крысячие погони на rat race, где ты просто гонишься в кругу постоянно. Поэтому мы решили как-то, начали искать варианты, чтобы немножко упростить жизнь, чтобы могли уделять время сыну, чтобы мог уделять время жене, и приехали в Анталию здесь. Намного дешевле и проще жизнь, легче. Так, если, ну просто сейчас все, что мы говорим, да, многие подписчики именно задавали такие же вопросы, ну подобные, да. Интересно, сколько надо денег для существования в Нью-Йорке? То есть вот чтобы там спокойно жить месяц, вот в месячную сумму, если какую-то назвать. Ну Нью-Йорк очень дорогой. Поэтому сейчас, ну я уже пять лет в Анталии живу, сейчас точно не знаю прям конкретно цены. Но из разговора с друзьями, например, однокомнатная квартира сейчас будет, может быть, от тысячи сто, тысяча двести до полторы тысячи долларов в месяц. Это только... Уже нет таких, Александр. Ну этим, значит, еще дороже. А самый богатый, то есть дорогой район Нью-Йорка это какой? Ну это, конечно, Монкеттон, но сам Нью-Йорк сидит. Именно острый. Ну да, скажем, ну полторы тысячи долларов в месяц, например, на однокомнатную квартиру, не люксовая, не супер классная. Такая средненькая, может быть, даже старенькая. Это будет полторы тысячи долларов только на квартплату и все. Потом мы включаем оплаты за услуги, за газ, за электричество. Вот это в районе 100-120 долларов. Интернет будет стоить долларов 70-100 с телевидением, с телефоном. 100 долларов интернет? Интернет. Если просто интернет, то долларов, наверное, 70 можно. Если вместе там с телевидением, с кабельным телевидением, то где-то 100 будет. А не с России Wi-Fi раздают или что-то? Да, дорого. Да, и причем интернет не всегда хороший. В России интернет быстрее и дешевле, чем в Америке. Это очень странно, я не понимаю почему. И сами мобильные телефоны будут примерно 40-50 долларов в месяц за один телефон с неограниченными минутами, смсами и интернетом. То есть, 2000 долларов, это получается только на самое необходимое, не учитывая жизни, там, еды. Еда, проезды, да, там, сходить в одежду, сходить в ресторан. В Нью-Йорке очень просто невозможно не ходить в ресторан, потому что такое разнообразие, и все действительно так вкусно и интересно, что хочешь, не хочешь, ты все равно будешь ходить и тратить деньги, оставлять деньги в ресторанах. Сейчас ты про ресторан сказал, у меня вопрос лично от себя появился. Вот интересно, во всех фильмах в Нью-Йорке в рестораны ходят по вечерам, ну, точнее, в темноте. И вот у меня вопрос такой всегда возникал, в Нью-Йорке быстро темнеет? То есть, или они просто в Нью-Йорке живет ночью? То есть, как это работает вообще? Ну, вообще, Нью-Йорк, да, это город, который не спит. Как бы в Нью-Йорке народ не ложится спать. И поэтому так в многих песнях, да, есть даже, например, Jay-Z про ее, да, что если ты живешь в Нью-Йорке, тебе нужно пить таблетки Ambien. Это снотворное, чтобы ты мог спать, потому что Нью-Йорк тебе не даст спать. Поэтому в рестораны, да, много ходят по вечерам, но как бы и днем тоже ходят. Днем есть специальные скидки. Если ты приходишь на обед, то там большие скидки на обед. Вечером бывает, что даже становится дороже, потому что больше народа приходит. Слушай, они в фильмах, извини, они в фильмах все время бронируют столики, там ради этого могут сработать, типа пораньше уйти, если там даже что-то им предлагают, они все равно идут бронированные столики. Это какой-то фильм с этим или реальность? Ну да, это фильмы. Есть реально крутые рестораны, где нужно, если ты хочешь туда попасть, и ты работаешь на такой работе, с которой ради ресторана ты можешь уйти, то да, такие тоже есть. Даже есть такие, в которых нужно заплатить, чтобы вообще зарезервировать столики. Да, но таких как бы их немного, и обычный человек, скорее всего, не сможет позволить себе такие рестораны и такие цены. И уйти из работы, чтобы попасть в ресторан. Вопрос от DonSasha18. Насколько важно правильное произношение? То есть, если русский туда приедет, начнет косячить, насколько это важно? Не столь. Нормально. Его поймут, а если что, подправят. Насколько важно это в деловой сфере? То есть, если ты не просто приехал как турист, а приехал там жить? Все равно не столь важно. Даже в деловой сфере, если ты предлагаешь действительно что-то ценное, на это не будут обращать внимания. Если ищут повод придраться, тогда как бы да. Но если ты классный профессионал, они не будут обращать внимания на твой английский. У меня есть товарищ, который начинал не с такого хорошего английского, но был реально клевый программист. И несмотря на его английский, его сделали даже одним из главных менеджеров компании, потому что он реально хорошо работал, узнал, что делает. Поэтому английский не столь важен, если ты знаешь свое дело. Я лично нет, потому что как бы... Ну, нет, вру. Да, почувствовал, было такое. Сразу стало на работе хуже. Многих уволили. Особенно в Нью-Йорке это шутилось тем, что постоянно в газетах писались случаи о суицидах. Что люди просто выпрыгивали из окон, потому что теряли все. В фильмах часто над этим шутят. Ну, как сказать, шутят. Показывают, да, как какое-то совещание, и пару человек только пролетело мимо. Да. Например, Рыбокоп. Там был, когда Омникорп. Были проблемы. Они в офисе, мимо них так... Это четвертая за неделю. Но, к сожалению, да, это действительно было так. Очень многие потеряли. Это был самый ужасный кризис в Америке за многие года. Действительно, чувствовалось... Было натяжно с деньгами, натяжно с работой. Очень многие как бы теряли. Если так вернуться в твое детство, получается... Тебе было 11, да? 11. 11 лет, когда вы переехали в Америку. На каком уровне ты знал английский язык? Ну, вот, то, что преподавали в наших школах. One, two, three. Это примерно все. Вот мы приехали вчетвером. Я старший брат, мама, папа. Я помню, в один из первых дней мы приехали. Кстати, извини, старший брат Антона сидит... За кадром. За кадром, да. Вот, поэтому мы переехали. У нас там никого не было, поэтому мы приехали в пустую квартиру. Ничего нет. На следующий день мы пошли в магазин, чтобы искать. Вот мы вчетвером ходили, пытались найти магазин. И вот нам остановили старичка. И вот, чтобы спросить, где магазин, нужно было... Все четыре человека мы сложили все наши знания английского, чтобы просто спросить, где магазин и как туда пройти. Вот примерно такое знание было нашего английского. Как сложно тебе было учить язык? Мне легко, потому что я пошел сразу в школу. Это было... В английскую? Да. Да, в шестой класс. Вот. Там все по-английски было. И как бы мне, как приезжему, как эмигранту, один из уроков, по-моему, вместо физкультуры, они меня назначили в класс английского, чтобы учить английский. И этот класс английского проходил исключительно на английском. То есть это было не на русском. Там приезжали все эмигранты, там и русские, и китайцы, и там из Индии. Все, кто не говорит по-английски, в один класс. И учили английский так просто. Учитель говорил на английском. Мы пытались понять вообще, что происходит. И вот буквально за пять месяцев я уже свободно говорил. Слушай, а нет, интересно, методика обучения именно в Америке, да, английскому языку, она как-то вот отличается, чем здесь, если ты здесь сталкивался с этим. То есть как они это преподают? Или просто говорят по-английски, тебе просто приходится учить? Нет, ну, только на английском обучение проходит. Это самый эффективный метод, когда с тобой говорят на английском, а ты должен отвечать на английском. Когда нет этого, так, я забыл это слово, поэтому я скажу на русском, и потом продолжаем на английском. Все на английском. Используем много картинок, показывали, показывали, но вот только так, только на английском. И если два человека говорили на одном языке в классе, например, два русских мальчика, то строго запрещалось им разговаривать друг с другом на русском языке. Поэтому все на английском нужно было делать. Ну, это классно. Быстро. Под такой схемой мы строим сейчас проект Native Show. Да, это действительно очень эффективно. Вот я говорю, я за пять месяцев, я начал свободно говорить. Вначале это довольно сложно, но потом мозг такая штука, что он действительно начинает ловить и очень быстро учить. Поэтому нужно говорить, и желательно говорить много именно на английском, не обращая внимания на ошибки. Вопрос от Карин Какайзер. Вот и весь вопрос. Интересный вопрос, смотри. Как они различают слово «friend» при отношениях любовных? То есть просто друг или парень? То есть если девушка может любить девушку, она все равно «friend». Ну, то есть как это понять слово «friend» вот именно в этих отношениях? «Girlfriend» или «boyfriend». Или, например, девушка любит девушку, и она такая говорит «this is my girlfriend». Да. Ну, например, с мальчиками это очень легко. Если он говорит «да, у моего бойфренда», как бы тут сразу все очевидно. Ни один нормальный, ни один пацан традиционной ориентации не назовет своего друга бойфрендом. Он называет его просто «friend», «друг», «товарищ». У девочек немножко другое. Две девочки могут быть традиционной ориентацией и называют друг друга «girlfriend». Ничего под этим не подразумеваю. Поэтому с девочкой немножко сложнее. Правила нет, нужно просто судить по контексту. И по одежде, да? По манере, да. Стереотип это или не стереотип, если так отойти от именно языка, да? Вообще в фильмах всегда показывают школы, американские школы. И там, знаешь, постоянно есть задиры, ну, то есть как-то вот эти классы какие-то, да? Ну, то есть смотришь и думаешь, в русских школах ничего подобного нет. Это все просто художественное какое-то преувеличение или реально так там все происходит? В русских школах нет задир? В русских школах есть задиры, но часто это решается за там… В Америке как-то кланы, типа кланы. Да, да. Типа, знаешь, футболисты и все. Футболисты, да. Идут там такие и все. А в России это типа ты с кем-то встретился после школы, там подрался где-то за углом, руки друг другу пожал и по сути все. Ну, на этом вопрос закончился. Да. Там как это происходит? Так же? Ну, нет, там действительно, там очень много задиры. Вот это футбольные команды, это вся эта популярность, это действительно так. Так есть. Самые красивые девочки обычно это чирлидерши, ну, то есть, которые с помпонами там кричат и подбадривают. Твоя жена будет смотреть это интервью? Моя жена, ей неинтересно. Она чирлидерша, да? То, что я ей говорю, ей уже давно стало неинтересно. Ну, на самом деле, да, спортсмены, они всегда самые популярные. Вот. Если ты в очках, у тебя будут проблемы. Если ты маленький, хиленький, у тебя будут проблемы. У тебя были проблемы? Нет, очки я начал, когда я взрослел носить. Ну, ты с Россией был, ты как бы понимал. Ну, я был эмигрантом, поэтому у эмигрантов тоже проблем. У Клуба Четырехглазых он присоединился два года назад. В Интерфе. В группу в Фейсбуке подписался. Да, у нас так группа, да. А тебя хоть раз притесняли как-то? Да, когда я только приехал, ну, это очень, очень много было притеснений. Но так как в России примерно я уже испытал это, мы так делали после школы, мы просто шли и дрались. Когда в школе, я даже помню, сейчас его звали Уэллиам, такой большой, отъевшийся американец. С фильмов. И он вот, он очень часто надо мной издевался. За счет того, что я эмигрант, смешно говорил по-английски, как бы мы очень много с ним, как это, вздорили на русском сказать. Ну, пока в один день просто не пошли на улицу и просто не подрались. Как в старые добрые времена. У тебя самое жесткое? Да нет, как бы там все собираются вокруг, школа выходит, создаёт круг, как бы вы в этом круге, и все начинают орать, и сразу прибегают учителя, как бы и разбирают. В Америке это называется beef, мясо. Почему? Это такой слэнг. Ну, вот, кстати, в России тоже говорят, там такое мясо было. Да, если ты хочешь драться, ну, в те времена сейчас такого нет, но подходили как бы you want beef, ты хочешь мясо, как бы непонятно, он тебе предлагает купить говядину или хоть с тобой подраться. Прикольно. Ну, так, да. Может, он сын мясника, знаешь, он просто... Да, из рюкзака тогда стал стейк готовый, там уже посолённый, поперчённый. Но чего нету в американской школе, что постоянно показывают в фильмах, это... как они на русском... вот эти замочки, ящики, знаешь, замком, где куда кладут учебники? Ну, да. Шкафчики. Шкафчики, да, лакеры. Этого в школах нету. Нету таких школ, где шкафчики закрываешь, кладёшь книжки, закрываешь. Я всегда завидовал им, думаю, ничего себе. Такого не бывает, нет. Закрыл? Нет таких, нет. Все приходят с рюкзаками. Даже в колледжах такого нет. В «Люди в чёрном» там вообще целая вселенная была. Да. Да, такого нет. После школы на кого ты пошёл учиться? На медбрата. Почему? Очень хорошая профессия, очень хорошо зарабатывает. Я знаю, что в России это не так, к сожалению, там медбратья, медсёстры не ценятся. Например, в Нью-Йорке, когда ты заканчиваешь обучение и устраиваешься на работу, ты получаешь примерно 40 долларов в час. Будучи медбратом без опыта, без ничего. Если ты идёшь работать в госпитале, в обычную больницу, сразу на старт тебе 40 долларов. 35, 37, 40 долларов в час. Это вообще замечательно. 100 тысяч рублей в месяц в неделю. 100 тысяч рублей в неделю. В Америке есть минимальная оплата, которую никто не имеет права получить меньше, чем, да? 15 долларов в час. 15 сейчас? Сейчас минимум вейдж 15 долларов в час. Даже работники Макдональдля сейчас получают 15 долларов в час. Когда я уезжал, было 8,25. 8 долларов. Ну, просто для соревнований. Представьте, когда я уже 8 долларов минимальная оплата, а тут ты заканчиваешь школу, тебе там колледж 21, на медбрата 2 года учиться. Заканчиваешь тебе там 21, и ты выходишь и начинаешь получать 40 долларов в час, когда кто-то получает 8. 20 долларов в час. Сразу вспоминается этот Гейлард Факер с знакомством с родителями. Имя, фамилия. Он там тоже был. Но до ним все смеялись там. Не, ну, это не так. Скорее всего, за имени. А есть школы по зрению между черным и белым и партнерами? Есть, конечно, есть. Ну, там ты тоже, это как бы часть клана. Если ты в их клане, тогда все нормально. То белый, может быть, с ними. Ну, так это. Ты сейчас, может, тюрьму описываешь, или школу? Слушай, очень похоже. Ну, да, ты просто говоришь. Вот, я тебе скажу, обеды в школах, такие же, как в фильмах про тюрьму, обед точно такой же. Это вот какое-то существо они накладывают тебя на расползатель, по краям. И вот это вот. Слушай, ты в итоге работал медбратом, или работал? Нет, я не закончил, к сожалению, да, мне не получилось закончить. У меня осталось чуть меньше года надо было доучиться, но не получилось. На кого ты работал? Сколько? Где ты работал, точнее, да? Я работал много где. Много что прошел, перепробовал. Я работал, я мыл окна на небоскребах. Пожалуй, это было самое острое ощущение в моей жизни, мыть окна на небоскребах. Сколько ты получал? 12 долларов в час. Просто не жалели этих людей? Нет, они, да, они такие, судя по тому, что там 15 долларов, это мало, да? Ну, тогда было не 15, тогда было 8. как бы, но это было очень весело, весело в кавычках, когда ты там, например, на 20 этаже, без страховки, открываешь окно, вылазишь туда, и держишься рукой, или ногой, цепляешься, чем можешь, и как-то пытаешься помыть окно. Вот, мыли еще окна на, специально такую машину, она поднимала высоко, как бы, такой, на 15-й. Вот, но в Манхэттен, если бы никогда не были в воздухе в Манхэттене, из-за того, что небоскребы, там туннель и ужасный ветер, просто он очень сильный. И вот это, ты стоишь в этой коробочке, и ее вот так вот колбасит, вот во все стороны, и ты смотришь вниз, и там люди вот такие маленькие, и ты понимаешь, что 12 долларов этого недостаточно. Поэтому там я полгода, пять месяцев там проработал, и этого было достаточно. Если продолжить тему работы, то вот представь, что сейчас какой-нибудь русский парень, ну или девушка, да, неважно, решит переехать в Америку, то есть вот без прописки, без какого-то образования особого, да? По-моему, пришла моя жена. Что там про черлидерш, да? Ну, я просто сейчас, вот мы говорили про школу, да, про все эти задиры, у нас, помню, в девятом классе, и наши атлеты, вот эти вот крутые ребята, что-то не поделились с азиатскими атлетами из другой школы. И вот в пятницу после школы прям была забита стрелка конкретная, и вот понаехал, вот представьте, да, это девятый класс, то есть, ну, 15-16 лет пацаны с металлическими дубинками, не дубинки, металлические трубы, дубинки, бейсбольные биты, с ножами приехали, в общем, и устроили конкретную мессию, вот такое, и двоих детей зарезали с нашей школы. Клан, кланы. Бывает такое, как бы, да, такие клановые битвы. Бывает и такое. Интересно. Как часто смерть вообще в поводу убийства? Ну, когда я был, не часто, сейчас, судя по новостям, весь кто-то приходит и стреляет. Слушай, но мне кажется, что это, наверное, все-таки стереотипное мышление и больше новости, что там все так плохо, да? Или так и есть? Не, как бы, не все так плохо, там все равно довольно... Ну, вот я, например, никогда не пострадал, Кроме как вот в шестом классе, когда я приехал, если ты, ну, не придурок и сам не лезешь на рожон, как бы, довольно легко избежать различных вот этих вот мессилов и передряг, чтобы тебя там не зарезали, ничего. Бывает, но кто в школе не получал по башке, да? Кому не давали в нос в школе? Как бы, это часть того, что ты взрослейший, понимаешь вообще, как жизнь обустроена. Ну, были ли какие-то казусы с употреблением языка? Это вопрос от Matt 136. Ух ты. Ну, может быть, что-то как-то связанное с русской речью, английской, или все как бы нормально было? Лично я у себя не помню, но, как бы, да, один мой друг, он путал, ну, это даже он, это был американец, который учил русский язык, он путал полевое и половое, как бы, а вот прям вот с английским языком, так, чтобы казусы... Ну, единственное, есть один, это чисто лично я над ним смеюсь, постоянно, это очень смешно, так как у моего брата есть такой, немного русского акцента, когда он говорит слово пляж, у него получается немножко как ругательство, его понимают, лично мне это немножечко смешно, как будто он ругается матом. как-то символично получается, что пляж и в русском с матом получается, и в английском пляж. В русском с матом? Да. Оба! П на П замене. Напишите в комментариях, да? Напишите в комментариях, какое слово, какую букву он путает, да? У нас тут была небольшая техническая пауза. Закончилась. Да, закончилась, ну еще, а закончилась, да? Ну пошли. Сейчас еще одна будет техническая пауза, значит. И тут был такой вопрос, если вдруг кто-то из наших подписчиков решит поехать в Америку, как они смогут найти себе работу, вообще реально ли там работать, сколько они могут получать и так далее? То есть на первых этапах и как это все работает? Да, это довольно сложно. Если нет языка, если нет какой-то профессии и навыков, то это довольно сложно, потому что, во-первых, в Нью-Йорк, так как он мегаполис, много людей, которые ищут работу, много соревнований, да? Обычно, например, те же мексиканцы, которые бегут с Мексики, они не бегут, например, там в Алабаму, они бегут в большие города, где много работы, такие как Нью-Йорк, там, как Лос-Анджелес, вот эти все. Поэтому очень много соревнований, но обычно работа будет невысокооплачиваемая, там, продавец, уборщик, официант, либо очень много работают такие агентства по уходу за бабушками и дедушками. Правительство оплачивает это все, у них есть страховка, медикейт, медикер, это все оплачивает правительство, им все это забота, но вот сидеть с бабушками, с дедушками, ухаживать за ними, там, кормить, убирать за ними, вугулить, ездить с ними, там, к врачам, вот такие работы, не самые приятные. Без какого-то РВП, да? Без чего? Ну, РВП это разрешение на временное проживание, то есть без каких-то документов у тебя виза, например. Ну, что тут рабочая виза нужна, да, наверное? Да, если без визы, тогда в официальном агентстве ты не устроишься, тогда тебе лучше искать, да, тогда тебе, если ты без документов, то ты можешь искать именно магазины, рестораны, такие, но сразу, как предупреждение, то, что это минимальная оплата 15 долларов, если ты без документов, даже забудь про нее, ты будешь получать 7, 8, да, сколько даст тебе начать, потому что ты неофициальный. Может, наверное, вообще не дать когда-то, да? Ну, а что ты сделаешь? Ты не имеешь права работать, как бы тебе некому идти жаловаться, и поэтому ты не сможешь выбирать график, если тебя что-то не устраивает, он тебе скажет, пожалуйста, иди гуляй, как бы, не нравится, иди, иди еще, у меня 35 человек в очереди стоят, чтобы занять твое место. Uber? Uber зло или не зло? Uber зло, если как-то будет возможность поговорить с моим братом, именно про Uber, он много лет работал водителем и сбежал оттуда, как только появилась возможность, и сейчас все хуже и хуже становится Uber, поэтому не подавайте с Uber, совет вам профессионального водителя, он вам скажет, что не подавайте с Uber, это зло, это действительно зло. Один мой хороший друг, он называет эту работу инкассатором. Почему? Потому что ты едешь сначала, все эти деньги собираешь, работаешь, а потом ты все отдаешь. Причем большинство ты отдаешь за налоги, все, что осталось, тебе нужно обслужить автомобиль, заплатить страховку, Uber забирает свои 25%, в итоге тебе как такового заработка остается очень мало. Сколько? Ну, примерно, сколько? Ну, деньги, которые ты кладешь в карман, после всех расходов, это примерно 10-15%. Не знаю, ты можешь положить в карман там полторы тысячи долларов, может быть больше, но нужно учитывать, что от всего этого нужно отнять твои расходы на обслуживание автомобиля, на налоги и на прочее. Это день? Нет, неделю. Чистыми? Ну, чистыми, а оттуда тебе останется, ну, как я уже говорил, примерно 15%, если совсем чистыми. Потому что в Америке такой закон, если ты работаешь сам на себя, они тебя штрафуют в конце года, они это называют налогом, как в России сейчас-то на самозанятость, в Америке self-employment. Но на самом деле это штраф, и штраф солидный. Ты платишь почти в два раза больше налогов, потому что ты работаешь на себя. Ну, то есть, получается, в целом, это очень рабская работа, да, такая, и в конце ты в итоге на выходе, ну, сколько, три, наверное, три тысячи долларов где-то у тебя в кармане остается. В месяц? Да. Четыре-пять. Чистыми меньше остается. Меньше даже? Чистыми меньше, да. Просто люди забывают это считать, они думают, ну, машину я же пользуюсь. Ну, оборот какой-то идет, и кажется, что деньги в руках есть. Да, кажется, что деньги в руках, именно так и есть. Какие привычки у американцев тебя больше всего напрягали, когда ты там жил? Вот это? Да, вот это вот, они называют это сосать зубы. Сucking tea, да. Это, это, это бесит. Просто нереально бесит. Слушай, я видел в фильмах темнокожие так делают. Ну, как бы это, это все делают. Это, это, это реально, это бесит. Что еще? А, что еще? Ну, какие-то есть такие, знаешь, привычки, которые ты просто, это только у них. Вот только они так делают. Например, улыбаются. Я слышал, что они все улыбаются фальшиво. Это правда? Да, они всегда улыбаются. Ну, меня это не бесит, потому что, например, в России, да, тебе наступят на ногу, потом тебя еще покроют матом, и ты останешься виноватым. Как бы в Америке, если тебе наступит на ногу, пусть даже они, они, они извинятся, пусть даже, если это будет неискреннее. Как бы я предпочитаю это. Как бы мне лучше, когда улыбаются, вот мне не интересует эта агрессия. Смотри, ты говорил, что, вот я в России тупанул, что-то сделал не так. Мне скажут, ты девят ушел вон сюда. А вот тебе да. А я сам такое чувствовал. Ты почему-нибудь тупанул, все, знаешь, вы стали радостью, все равно улыбаются, говорят, да, все окей, все классно, а за спиной как бы так не думают. Такое есть? Есть. Есть. Они действительно как бы фальшивые. Вот почему так происходит? То есть, почему в России так, а там так? Толерантность. Это толерантность. Потому что они не могут посягать на твою личность. На опасную тропу заходишь с толерантой. Они не могут, они не имеют права тебя оскорбить, если ты, ты кого-то оскорбишь, они могут на тебя подать в суд. Это вся, это страна, вся толерантность. Как бы это, они кричат об этом всем, кто готов слушать, что они толерантны. На самом деле это не так. На самом деле, если ты смотришь, это фальшь. Там в Америке нет толерантности. В Америке как был расизм, так он и есть. Как было деление между богатыми бедами, так оно и есть. Как было издевательство над более маленькими группами, там, иммигрантами, так оно и есть. Но как бы снаружи такая, это действительно фальшь. как бы толерантность, но на самом деле ее нет. Вопрос от N, нижнее подчеркивание, АХМДВ. Наверное, Ахмедов. Наверное, но фотка женская. Ахмедова. Да. Легко ли получить работу в Америке, как насчет иностранцев, сложная или нет, самая популярная работа в Америке, но я думаю, что мы на все вопросы почти ответили, да? Самая популярная работа в Америке, наверное, вот это вот интересно тоже дополнить. Ну, популярная это довольно растяжимое понятие. Если самое зарабатываемое и как бы со статусом, наверное, это профессиональный атлет. Они звезды, они получают много денег и больше, даже большинство денег они получают не именно с зарплаты, а именно с тем, что они знаменитости, видности и различные там контракты от различных агентств, типа Nike, да, они зарабатывают намного больше в этом. А самое популярное среди, например, иммигрантов это будет в сфере обслуживания. Насчет Ника Ахмедов. Это чисто американская штука, что в Америке нет склонения мужской женщины, поэтому в Америке она будет, например, Юля Ахмедов. У них нет Юля Ахмедова и Арсена Ахмедов. У них все Ахмедов. Неважно, мужчина или женщина. Юля? Если Юля. Юль. Если ты будешь выбирать вот сейчас, зная все это между Россией, Америкой, ну, я понимаю, что может быть вопрос такой провокационный, да, но где лучше жить? В Америке. В Америке? Да. Не потому, что я люблю Америку больше, чем Россию. Я их одинаково не люблю, ни ту, ни другую страну. Но почему в Америке там действительно она, эта страна построена под комфорт, под твой личный комфорт. И там очень много что, во-первых, защита, да, там, ты чувствуешь себя защищенным. Будет со стороны правительства, со стороны полиции, ты защищен. Там хорошая медицина. Вот, если ты приходишь, например, ты приехал в Америку в отпуск и сломал ногу и идешь в отдел неотложной помощи, они не имеют права тебя выгнать, они не имеют права тебя не принять или послать куда-то еще, включая к другому врачу. Они должны тебя принять и оказать тебе всю необходимую помощь, чтобы ты себя хорошо чувствовал. Даже если тебе нужно срочно, например, у тебя инфаркт, и чтобы тебя спасти, нужно сделать тебе операционное сердце, они тебе будут делать эту операцию, потом будут разбираться, как и кто за это будет. Вот, например, в России не так. Например, муж моей мамы ночью ехал на велосипеде, вот, и был открыт люк на дороге, его переднее колесо попало в люк, он через руль, он сломал себе шею, вот, его привезли срочно в скорую, он нелегальный иммигрант, поэтому у него ничего нету, ни документов, ни страховки, абсолютно ничего, работал он тогда поваром в магазине-ресторане таком, вот по американским меркам он вообще был никто, вот сломал шею, привезли его в больницу, срочно операцию, ему поставили металлический шест в шею, в общем, очень много операций, потом ему выставили счет, там он месяц пролежал в больнице, там, по-моему, счет был на 170 тысяч долларов, как бы, ну, он нелегальный иммигрант, у которого в жизни, он в жизни не заработает 170 тысяч долларов, что сделаешь, ничего. Как эта история закончилась, заплатил? Как они, нет, сон заплатил, ничего не заплатил. Стал ушел? Да, ну, когда он был готов, его выписали, ему присылали эти счета, как бы, домой, по почте, каждый месяц, вы должны 170 тысяч, вы должны 170 тысяч. И в итоге просто это списали, как налоги и все, и это вот Америка, это действительно круто. Американская мечта. Да, то есть никто не придет и за кредит не вынесет у тебя мебель из квартиры, не опишет твое имущество, то есть только потому, что ты там не заплатил, да? конечно, есть вещи, которые в кредит, я извиняюсь, что я перебиваю, такие как дом или машина, да, если ты продолжаешь не оплачивать этот кредит, то тогда банк это просто конфискует, да, машину, приедет эвакуатор, да, как говорит, и ее просто заберет, опишет и все, ее забрали, ты за нее не платишь, там, или дом, то же самое, да, но вот такие вот варварские какие-то методы, чтобы прийти к тебе и тебя что-то отнять, этого момента. Ну, то есть в целом уровень жизни получишь? Да, намного. Например, даже очень, все приспособлено для инвалидов. То есть, я знаю, в России это не так, да, инвалидам в России очень сложно, инвалидам и пожилым. Мне кажется, что тут даже в Турции, да, все приспособлено для инвалидов. Да, начиная, как бы, да, с этих автобусов, которые на гидролике опускаются и поднимаются, опускаются и поднимаются, не наоборот. Вот, там, задняя дверь, она, там, трансформируется конкретно в такой въезд для них, который они заезжают на него, он поднимает их, там, ступеньки раскладываются, чтобы пожилым было легче. Вот, все приспособлено, все дороги, все съезды, везде есть съезды, в каждом доме есть обычные ступеньки и въезд для инвалида. Как бы, все приспособлено даже вот для таких неважных членов общества, как пожилые либо инвалиды в Америке такого, вот, нету такого деления, действительно, о них заботится, правительство о них заботится, им много дается помощи, пособия, вот, те, кто с ними сидят, помощники, действительно, там заботятся именно о человеке. Чего, к сожалению, пока о России не скажешь. Ты говорил на днях, что... Ну, мы разговаривали. Ты говорил, что какой-то момент был, когда ты жил в Нью-Йорке на улицах. Ну, это было давно, да. Просто как часть такого образования нью-йоркского, ты можешь рассказать, что самое жесткое было, вот там, живя на улицах? То есть, если просто почему этот вопрос интересен, если я туда поеду, то может так получиться, что я окажусь на вокзале. Ну, как сказать, я на вокзале, конечно, не ночевал. Но были моменты, где там приходилось искать, где мне переночевать. То есть, я не спал на полу, да. Но, в принципе, как бы можно сказать, что так, да. Находился на вокзале. Насколько опасен ночной Нью-Йорк? Ну, смотря, где ты находишься. В принципе, полиция там работает очень мощно, и все достаточно так спокойно. Если ты не идешь намеренно в какие-то районы, где ты знаешь, что это небезопасно, да. Самое, конечно, неприятное из всего этого, это то, что людям, в принципе, наплевать на тебя. Ты просто как один муравей из миллионов, и ты никто. То есть, ну, вот. То есть, это, наверное, самое неприятное из всего. Ну, я был совсем молодой, мне было 18 лет. Может быть, я об этом так не размышлял, как сегодня. Где ты сейчас живешь? Сейчас там же живу, в Бруклине. Слушай, ты неплохо играешь в баскетбол. Спасибо. Пожалуйста. И не только в баскетбол. Просто, знаешь, такое интересное... Нам было интересно, мы с командой думали. В Америке, вот, правда, то, что, знаешь, постоянно темнокожие там по улицам играют, вот эта вот вся вот эта история? Да. Или это просто какая-то выдумка, опять же? Нет, это правда. Это правда, и все это идет из корень кроется в том, как и где они выросли. Обычно темнокожие, они бедные и растут в бедных районах. И почему баскетбол? Баскетбол, потому что это спорт, для которого ничего не нужно, кроме мячика. Площадки, они... Бюджетные, да? Они просто покупают мячик, везде кольцо они могут, даже если нет на районе площадки, они могут сделать кольцо просто из ведра, повесив его на столб. Вот и все. И поэтому баскетбол, именно он, наверное, 70% играет темнокожие, включая NBA, где они практически все звезды. Это действительно так. Они беднее живут? Намного беднее. Намного? Намного беднее. То есть до сих пор это все ощущается? И опять мы говорим, да, мы говорим про эту толерантность, которая не существует на работе, им платят меньше, их не так принимают на работу, как, например, если придут два одинаковых кандидата, белый и черный, да, то тогда возьмут белого в большинстве случаев. Интересно, да? Осталось у вас на имени в Детройте разделение там русское? Насколько я знаю, да, я в Детройте не был, потому что мне там делать нечего, нет никакого желания туда ехать. Насколько я слышал, да, там все как было, так и осталось. Но по сути она есть в любом городе, потому что даже в Бруклине есть четкое разделение черных районов и обычных районов. То есть есть районы, в которые ты не поедешь жить, и если тебя спросят почему, ответ простой, это черный район. То есть, ну ты не пойдешь жить там, где нахажены, выпадают наркотики, грабят и прочее. Даже если ты идешь по улице, они будут на тебя смотреть, типа, что ты здесь делаешь, что ты сюда приехал. Там они называют это, как там, Black District или как-то, как это, вот прям так, или... Neighborhood, да. А, типа иностранцы? Нет. Neighborhood. А, Neighborhood, это типа соседство. Как соседство, как район, да. Наверное, в Манхэттене, да, это Гарлим. Как бы, да, там, если там, да, Крепкий решек 3, видели, как бы, да, там действительно так, он белый пришел там, как бы, и сразу на него... Я больше, знаешь, о Гарлиме, с Гарлином познакомился в фильме Люк Кейдж. А, да. Ну, в общем, там просто как раз, знаешь, а вот... Сериал. Сериал, да. И песни Гарлина Шейх. Да, Гарлим Шейх. Гарлим Шейх, да. Ну да, кстати, было интервью у жителей Гарлимана по поводу вот Гарлим Шейх. И они все говорили, ну, прямо они возмущались все, что это... ну, вообще, знаешь, они жаловались. Ну ладно. Вопрос от АУ1Е и ССС. Какие стереотипы у американцев о русских? То есть у русских есть стереотипы, мы об них поговорили. Какие есть у американцев стереотипы о русских? Это, например, любимая шутка моей жены, да? Подходит к американцу, русский... американец походит к русскому и спрашивает, а правда, это правда, что в России по дорогам бегают медведи? Ну, и русский ему говорит, да нет, о чем ты говоришь? Откуда в России дороги? Ну, это хорошая шутка. Ну, поэтому, как бы, да, это... стереотипы это медведи, то, что все русские вечно пьяные, и что президент Путин ездит галушом на медведях. И шапку-ушанка. И шапку-ушанка, да. И с матрешкой. Ну, мы эти стереотипы разрушаем. Знаешь, хотелось бы подытожить эту тему с Америкой. И вот просто Максима интересовал такой вопрос. Технические неповадки. Правда ли, что в Америке много геев? Вот. Такой вопрос. Максим, почему вас интересует такой вопрос? Ну, это конечно не интересовало. Он говорит, что там из-за спорта будет на капу. Ну, давай. Просто, да, интересно. Это, знаешь, такой вопрос, как это там вот происходит. Правда, если смотреть в фильмах, то такое чувство, как будто бы там это настолько толерантно, да? Все там прям, хочешь открытым быть, прям к тебе никакие претензии. Так и есть, да? Да, это действительно так и есть. По-моему, летом, каждое лето, прям по одной из самых главных улиц в Манхэттене, по 5-й Эвеню, они делают парад. Как бы закрывают все улицы, закрывают вообще весь район. И просто вот идет этот гей-парад. Как он? ЛБГТ? Ну, сейчас они его называют Pride. Да, да. Парад гордости. Мы голубые, мы гордимся. То есть, лесбиянки, голубые, транссексуалы и бисексуалы. Они все выходят на этот парад, да? Да. Как бы, и вот они там все, посмотрите на меня, вот я, как бы, там, парни, знаешь, такую сеточку в этих маечках. Ты видел когда-нибудь лично такое? Да, я как раз работал в магазине, который настоял на 5-й Эвеню, 39-й улице, и вот парад проходил прямо мимо нас. Как бы на работу было вообще невозможно попасть. Мы три часа ходили вокруг, чтобы найти какую-то лазейку, как нам пройти в магазин. Потому что было перекрыто все. Там такая охрана была, столько копов стояло, чтобы было просто не подобраться. И это действительно так. В Манхэттене, как бы, есть тоже районы, где ты, где ты, вот, попадешь. Например, вот район, да, Union Square. Я пока учился, работал, там, ухаживал по ночам за дедушкой. Днем учился, ночью работал. Вот, и там, как бы, выходишь вечером поужинать, там, в какой-то магазин зайти, купить, там, какой-то бутерброд. И вот, как бы, к тебе, вот, клеится, ты идешь, и к тебе клеятся, тебя свистывают, тебе кричат. Как бы, это вот, это, это так. Особенно, когда приняли закон об однополых браках несколько лет назад, это стало еще больше выраженным, что они стали, ну, в открытую стали заявлять о том, что у них есть права. И это стало прям, ну, в глаза сильно бросается. Ну, сейчас, знаешь, даже многие фильмы снимают с таким, что, если там нет гея, то, как бы, могут в Америке его неправильно понять. И темнокожий. Темнокожий гей. А если темнокожий гей, то меньше платить надо. А вот же был скандал. Семь долларов в час, да? На Оскаре был скандал. Два года назад. Зеленая книга, да? Да, когда ни одной номинации темнокожий не было. Два года назад было, да. Да, некоторые актеры там или режиссеры решили вообще бейкотировать цель. Да, они пошли. Да, да, да. Из-за того, что не было ни одной темнокожей номинации. Ну, вот сейчас «Зеленая книга» получил Оскар, да, недавно. И там был актер темнокожий и, соответственно, гей. Водителем, да, он работал? Не, не водителем, а, получается, музыкантом этим, да. И вот, честно, лично для меня это было не сказать, что прям шикарный фильм. Обычный хороший фильм. Но именно... Не, он хороший, кайфанул, классный. Но не сказать, что там многие фильмы были лучше. Просто сам факт, как бы, знаешь, это настолько видно расовое. Какая-то такая... Возможно, это просто была компенсация за прошлый год. Возможно. Или за два года назад, где им нужно было исправить эту ошибку. Да, это... Смотри, о детях. Я видел сейчас мотивирующие мультики, что должна быть один папа, один мама. Все это нормально. Что не должно быть там однополого. Как в школах вообще реагируют на вот это все дело? Нет, это нормально. Это, как бы... Если у тебя две мамы, это ничего страшного. Это нормально. Нет, именно что дети, они... Нет ли, если ты детей какого-то такого направления, что я вот себя уже чувствую таким... Да, да, они поощирают, как бы, и запрещают детям... Принимать решение о том, кто ты в детстве? Нет, их наоборот. Как бы их поощирают, если ты чувствуешь, что ты девушка в теле мальчика, как бы... Значит, это действительно так. Сейчас меня стошнит. Да, но это, к сожалению, это... Вот по таким причинам, например, многие из моих друзей... Уехали оттуда? Или, нет, забрали детей из школы и обучают их дома. Потому что такое происходит промывание мозгов, что это действительно... Ну, это страшно. Это одна из причин, почему вот мы сейчас не хотим возвращаться в Америку и отдавать нашего сына в школу. Потому что действительно там промывают мозги. И, опять, я не имею ничего против геев и нетрадиционных каких-то личностей, направлений. Но не надо моему ребенку промывать мозги об этом. Это чисто мое мнение. Вопрос от Спектра 123. Все ли понимают британский акцент или ненавидят в Америке? Ненависти нету, но и сказать, что его понимают, ну, не всегда. У них некоторые слова благодаря фильмам стали более распространены. Такие, как, например, квартира у американцев, апартмент. У англичан это лофт. Но, как бы, они хорошо знают его. Но все равно есть такие слова, которые не всегда понятно, о чем идет речь. По сути, довольно легко понять. Именно какие-то конкретные моменты, если слово сильно отличается, то бывает что-то непонятное. И у британцев то, что в Америке считается матом, у британцев часто это повседневное слово. Поэтому у меня был случай с товарищем. Американец приехал в Британию. И он там шел в Англию, шел с бабушкой. И бабушка начинает ругаться матом. И он в шоке, что эта миленькая 95-летняя бабушка кроет тех матом. На самом деле оказалось, это у них такое повседневное слово, которое там ничего страшного не было. Миленькая 95-летняя бабушка. Ну, стоишь, растешь, вниз растешь. Какой бы ты совет дал людям, у которых есть... У нас много подписчиков, которые правда хотят выучить английский. Может быть, переехать или поехать туда, работать, жить. И вот какой бы ты дал им совет, с чего начать учить английский? Как, может быть, поставить себе цель переехать? Может быть, вкратце так можно писать это. Ну, учить английский, он важен. Если чего-то добиться хотите, то нужен английский. Вот, и как я уже говорил, что самый лучший способ учить английский, это нужно на нем говорить. Нужно говорить, не обращать внимания на ошибки, не думать, что ты звучишь как идиот. Просто говорить. Смотреть детские мультики для детей. Там очень чистый английский, например, Губка Боб. Там очень чистый английский, который можно довольно легко понимать и учиться. Вот, ну и хорошо подумать, если стоит ли вообще ехать туда, в Америку, выбрать тоже куда. Чтобы люди не думали, что деньги в Америке растут на деревьях. Это неправда. И это большой шок для тех, кто приезжает, что за каждый доллар там нужно бороться, нужно пахать. Это не будет легкой жизнью. Поэтому, если нет какой-то профессии, если нет чего-то востребованного, если едете на голое место, будет очень-очень сложно. Действительно, в Америке очень сложно зарабатывать деньги. Хоть их-то много, но просто так вам их никто не даст. Нужно действительно быть готовым пахать и отдать свою жизнь на то, чтобы заработать какие-то деньги. То есть, это не будет так, что ты три дня работаешь, четыре дня ты просто гуляешь, наслаждать жизнь и тратишь деньги. Нет. Ты будешь пахать шесть дней, седьмой день ты просто будешь отсыпаться от этих шести на работе. Вопрос от Юлала Юсупов. Почему американцы не договаривают слова и разобрать их речь очень сложно? И на самом деле я с ним согласен, потому что я слышал какую-то американскую речь, и они реально проглатывают, как будто бы окончание. Дело в акценте и дело в скорости. Нормально? Довольно быстро говорят, когда ты быстро говоришь, ты начинаешь проглатывать. Это... Ну да, это, наверное, как... В принципе, в России тоже есть такие люди. Слушай, есть такой стереотип, вот, например, когда мы смотрим телевизор, там, фильмы и так далее, что Америка боится Путина, что в Америке, знаешь, такое представление о Путине, что он там голым с голым торсом на лошадке, знаешь. На лошадке? Да. На медведе. На медведе? На медведе. У вас он на лошадке. Это здесь он на лошадке. Где-то он на собачке ходит просто. Ну, я просто видел картину на лошадке. У корейцев, да? Да, вот этот шаурмой. Слушай, насколько это правда? То есть, как там относятся к России? Какая-то там идет пропаганда или нет? Ну, что это вообще? Как это работает? Знаешь, до того, как президентом стал Трамп, про Россию, вот Американу на Россию вот просто забить было. Чтобы Америка на нее не смотрела, она ее не боялась, не было никаким конкурентом, вот вообще ничто. Американцы вообще не говорили про русских, не обращали их внимания как на какую-то угрозу. Больше было, больше разговоров было про Северную Корею, и что именно Северная Корея такая настоящая угроза. С приходом Трампа, потому что он начал обвиняться в связях с Россией, это стало больше сейчас выходить, больше разговоров про Россию, именно про Путина и связи Трампа, и что Россия вмешалась в выборы, чтобы поддержать Трампа, как-то все это такое. То есть, там это тоже есть? Ну вот, с приходом Трампа стало много больше разговоров об этом. В новостях. Да, в новостях. До Трампа вообще не было таких разговоров, никто о России не боялся, никто о ней не говорил, никто не рассматривал как угроза американской мечты и простого американского гражданина. Сейчас больше говорят о Путине, но вот угроза это или нет, я не знаю, потому что я там не живу. Если сказать просто, Америка не боится никого. Это так. Это начиная с правительства вплоть до самого простого американского Джоу, который подметает улицы. Америка не боится никого. То, что в новостях говорят, да, но нет такого страха у них ни перед кем. Они самые могущества, они считают себя самыми могущественными, самыми сильными, самыми богатыми, самыми умными, поэтому им никто не угроза. Как ты связан с английским языком? Резко так перешли на другую тему. Вот сейчас ты уже живешь в Анталии пять лет, да, вначале мы узнали. Как ты связан с английским языком? Поддерживаешь ли ты его? И наши подписчики еще не раз услышат твой английский, потому что ты будешь появляться в наших видеороликах. Да, ну вот, когда не получилось у меня с медициной, не до конца, потом немножечко попробовал разные работы, и вот пока не попался вот именно обучение английского. И когда я начал, я начинал сначала учить детей, и мне настолько это что-то ёкнуло внутри, и стало интересно как-то, было интересно как-то переучить их мыслить на другом языке, передавать идеи, помогать им осознавать, да, насколько важно действительно общение между людьми благодаря английскому. Потом я перешел уже обучать взрослых по удаленке, по интернету, устроился в компанию, она была основана в Китае, и обучал вот китайцев английскому. И настолько мне это понравилось, что захотел более серьезно этим заняться, поэтому я вернулся в Америку, и там пошел в школу, уже специальную школу для того, чтобы преподавать английский. Там я получил уже образование и официальный сертификат того, что я преподаватель английского языка сейчас. На каком языке ты думаешь? Смотря о чем. Интересно. Ну вот просто ты дома разговариваешь, мыслишь, ну то есть на каком? Мне очень сложно разделить, потому что я переехал в Америку, как уже говорили, в раннем возрасте, поэтому английский у меня, английский у меня намного быстрее, чем мой русский. Я мыслю быстрее и говорю намного быстрее на английском, чем я говорю на русском. Но есть вещи, о которых я размышляю именно на русском. Есть вещи, которые чисто на английском. Вот яркий пример, который в моей семье, в моей супружеской жизни создает трение, это если я накосячил перед своей женой, я должен извиниться. Чтобы у меня это было искренне, мне нужно просить прощения на английском. Тогда для меня это будет искренне, я по-настоящему выражу сожаление. Для нее нужно, чтобы я это делал на русском. Но когда я это делаю на русском, я чувствую, что для меня это фальшь. Я пробовал разные способы о том, как говорят другие, как понять, какой твой родной язык, на каком тебе снятся сны, на каком ты ругаешься, на каком языке ты молишься Богу. И вот на все три у меня я делаю и на том, и на том, смотря о чем. Поэтому я так и не знаю, как разделить. Если что-то читать, мне легче читать на английском. Но опять, потому что это намного быстрее, я легче усваиваю. Но с женой я говорю на русском. Это да, но еще у нас бруклинский акцент, как бы он хорошо, все американцы знают бруклинский акцент. Есть несколько акцентов, которые прям американцы хорошо различают, и бруклинский это один из них. Поэтому у нас есть такое, что когда я начинаю говорить на английском, не преподаю, а именно говорю с моим другом, с моим товарищем, с моим братом. То я автоматически перехожу на бруклино-английский язык. Поэтому... Бруклиш. Бруклиш, да. Он быстрее, он с сокращениями, там проглатываются окончания, там нету... Там слова сливаются в одно. И поэтому, да, просто если кто-то будет слушать, ему будет довольно сложно понять, в чем я говорю, если я не переключаюсь именно на обучение. Тогда я говорю медленнее, более разборчиво и выговариваю все. Мой обычный разговорный язык очень сильно отличается от этого. И самый важный вопрос, я его себе отметил от Крусника. Сто тысяча девятьсот одиннадцать. Если сварить русалку, что получится, рыбный или мясной суп? Зачем варить? Можно высушить и съесть ее с пивом. Поехали дальше. Вы еще не раз увидите Тони у нас на канале English Show. Как видите, мы стараемся использовать какие-то новые форматы. Пишите в комментариях, что вы об этом думаете, как вообще, может быть, улучшить, какие вопросы и, может, у кого взять интервью. Мы будем прислушиваться к вам. Все для вас. Все эти вопросы были созданы на основании ваших интересов. Сейчас конкурс. Как бы это банально не звучало, но реальный конкурс. Мы в следующий раз хотим взять интервью у одной девушки, которая приехала с Венесуэлы. Она побывала в гуще всех событий, которые там происходили. Она хорошо знает английский язык. И мы хотим взять у нее интервью по поводу всего этого. Потому что сейчас Венесуэла – это одна из самых жестких стран, где творится что-то ужасное. И на самом деле хочется взять интервью и узнать от первого лица, что там происходит, а не смотреть это по телевизору. Поэтому это будет интересно. Не пропустите, поставьте колокольчики, чтобы не упустить это видео. Пишите ваши вопросы в комментариях. Самому креативному человеку, который задал самый креативный вопрос, мы подарим нашу новую книгу «Английский для путешествий». А также объявляется еще один конкурс на самую смешную шутку про его волосатые ноги. Пишите ваши комментарии, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Мы очень были рады вас видеть. Спасибо тебе большое. Увидимся на канале. Всем пока. Пока.